Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, я практикующий ветеринарный врач. И сегодня с моим коллегой Анатолием Петруком мы расскажем вам о эктопаразитах у крупного рогатого скота, а также проведем соответствующие обработки. Зимний период – это период, когда животные перестают выходить на выгулы и пастбища, у них отрастает шерсть, и на них перестают падать прямые солнечные лучи. У животных повышенная влажность кожи, часто в помещениях антисанитария, и это прекрасные условия для развития внешних паразитов. Итак, какие именно паразиты поражают скот преимущественно в зимний период? Прежде всего, это накожные и подкожные клещи, которые вызывают такие заболевания, как саркоптоз, псороптоз и хориоптоз. Клещи из рода саркоптез распространяются по всему телу и прогрызают многочисленные горизонтальные вертикальные ходы в коже животных, разрушают капилляр и нервные окончания, и это ведет к нарушению основных функций кожи и создает условия для проникновения патогенной микрофлоры. Продукты распада клеток и метаболизма клещей вызывают сильный зуд у животных. Проникая в кровь, продукты распада вызывают интоксикацию организма. Животные постепенно теряют аппетит и худеют. На коже образуются залысины, которые покрываются корками, и продуктивность при этом резко снижается. Клещи, вызывающие псораптоз и хориаптоз, на кожные паразиты и вызывают подобные поражения кожи. Последние локализуются на ногах, а первые по всему телу. Следующие паразиты – это волосоеды, вызывающие такое заболевание, как бовиколес. Бовиколебовис – это маленькие бескрылые насекомые от 1,5 до 5 мм в длину, которые питаются шерстью, клетками эпидермиса и выделениями потовых желез. Волосоеды своим ползанием по телу и выделениями слюных желез вызывают сильный зуд, воспаление кожи, облысение, нарушение терморегуляции у животных и, как результат, истощение. У скота они локализируются вокруг ушей, рогов и корня хвоста, реже в области подгрудка и внутренней поверхности бедер. Нельзя не упомянуть вшей, вызывающих такое заболевание, как сифонкулятос. Вши – мелкие бескрылые насекомые, которые питаются кровью животных. Они опасны тем, что являются переносчиками возбудителей протозойных, бактериальных и вирусных заболеваний у животных. Подобно другим внешним паразитам, они вызывают зуд, воспаление кожи и облысение разных частей тела, особенно шеи и корня хвоста. Животные худеют и теряют продуктивность. Волосоедов и вшей мы можем заметить даже невооруженным глазом, раздвинув шерсть в местах их излюбленного пребывания. Что же касается клещей, то для их обнаружения нужно делать соскобы и наблюдать их под микроскопом. Впрочем, ярко выраженная клиническая картина заболеваний, присутствие зуда, а также универсальность средств, применяемых в борьбе с внешними паразитами, делает диагностику необязательной или обязательной. Итак, если вы обнаружили описанные нами клинические симптомы, не теряйте зря времени, обрабатывайте своих животных. Для обработки можно использовать следующее средство. Эктосан эмульсию, эктосан пудру, бровермектин, эприномектин. Эти средства делятся на инъекционные и наружные. Наружные, в свою очередь, на форму в виде эмульсии и форму в виде порошка. Эктосан, который содержит в своем составе альфаметрин и пеперонилобутоксид, перед распылением на животных растворяют в нехлорированной воде из расчета 1 мл на 750 мл воды для клещей и 1 мл на 1 л воды для обработки против волосоедов и вшей. Раствор готовят непосредственно перед применением. При поражении саркоптозом, хориоптозом или псораптозом раствор втирает в кожу на протяжении 50 секунд, при этом используют для этого щетку. На одно животное используют от 1 до 3 л готового раствора. Животных обрабатывают эктосаном дважды с интервалом 9-12 дней. Раствор наносят вдоль позвоночника от головы к хвосту, слегка смачивают подгрудок и шестный покров внутренней поверхности бедер. Коров обрабатывает после утреннего доения. Заметьте, каренции на молока нет при обработке животных эктосаном, но зато есть каренция на мясо и она составляет 2 недели. Препаратом можно обрабатывать стельных животных вплоть до последней недели стельности. При этом не обрабатывайте больных и истощенных животных. Если условия содержания животных не позволяют вам использовать растворы для обработки, тогда вы можете использовать эктосан-пудру. Эктосан-пудра содержит в своем составе альфа-циперметрин, композицию эфирных масел и серу коллоидную. Применяется как предыдущий препарат из расчета 100-200 грамм на взрослое животное и 20-50 грамм на голову на молодняка. Отметьте, что препарат не применяют коровам, имеющим телят на подсосе. Препарат наносят тонким слоем на спину от головы до хвоста, на подгрудок внутренней поверхности конечностей возле туловища и легонько втирают в кожу против шерсти. Через 7-14 дней обработку повторяют. Эктосан-эмульсию также можно применять для уничтожения паразитов в сарае. В разведении 1 мл на 500 мл воды из расчета 0,2 л на 1 м2. Препаратом обрабатывают до 10% площади помещения, а именно двери, подоконники, стены и другие элементы сарая, где могут локализироваться и длительное время жить паразиты, ожидая момента, чтобы снова напасть на животное. Также для обработки против эктопаразитов можно применять инъекционные средства, такие как бровермектин 1%, действующее вещество ивермектин. Из расчета 1 мл на 50 кг массы тела подкожно, дважды с интервалом 8-10 суток. Но следует помнить, что его не применяют лактирующим животным. Друзья, будьте внимательны к вашим животным, вовремя замечайте первые симптомы заболеваний и оказывайте соответствующую помощь. Берегите своих животных. До свидания.